Вы смотрите новости МТРК и мы продолжаем наш выпуск. Настоящие мастера слова в Петропавловске подвели итоги конкурса среди журналистов Altensoys 2018. Его организовал Совет деловых женщин областной палаты предпринимателей. В творческом состязании приняли участие 33 корреспондента печатных и телевизионных СМИ. Моя коллега Дарья Пышмынцева побывала на церемонии награждения. Развитие предпринимательства, история успеха местных бизнесменов, а также меры поддержки тех, кто только планирует открыть свое дело. Ежедневно с экранов телевизоров и на страницах газет мы видим десятки материалов, посвященных этим вопросам. А ведь за каждым из них журналист, ставящий перед собой задачу доступно и интересно рассказать даже о самой сложной теме. Чтобы поддержать талантливых репортеров, в Петропавловске второй год подряд Региональный совет деловых женщин проводит конкурс Altensoys 2018. Цель конкурса такая, чтобы повысить престиж деятельности субъектов малого и среднего бизнеса. Также его стимулирование. Очень большое количество человек смотрит, читает прессу. Человек слушает, анализирует и принимает решение, например, сделать первый шаг, открыть собственное дело. Становится успешным предпринимателем. Тем самым он уже вносит вклад в экономику Казахстана. В этом году в конкурсе приняли участие 33 журналиста из Петропавловска и шести районов области. На суд жюри представили 134 материала. Было шесть номинаций. Самой первой награду творческого состязания вручили корреспонденту нашего телеканала Махжан Ахмадиной. Она стала победительницей в номинации «Лучшая телевизионная работа на государственном языке». Помимо ежедневных съемок, Махжан с 2016 года является автором и ведущей аналитической программы «Обозрение». Самое главное в нашей работе, это, думаю, интересно подать материал, любую тему развернуть. Всегда стараемся как-то удивить зрителей. Не ожидала, что выиграю, но очень рада, конечно, этому. Обладательницей лучшей телевизионной награды на русском языке стала собственный корреспондент Первого канала Евразии Ольга Витукевич. Среди печатных СМИ победил журналист газеты «Добрый вечер» Ерлан Оразов. Такие конкурсы – хорошая мотивация и стимул творить, говорит журналист, но еще важнее слова благодарности от читателей. Мне кажется, очень важно описать, каким образом бизнесмен пришел к успеху, потому что это практически книга настольная для тех людей, эти материалы, которые хотят также начать свой бизнес. После публикации материала о лучшем товаре Казахстана, в нашу редакцию позвонила, точнее даже на мой личный номер телефона, женщина-предприниматель, и она поблагодарила за материал, так как к ней после публикации начали обращаться люди. Четыре победителя и девять лауреатов получили грамоты, подарочные сертификаты и сладкие подарки. А остальные участники конкурса – благодарственные письма. Дарья Пашмынцева, Данил Тарасов, Новости МТРК.